15 февраля 2019 года. Эта дата приближалась незаметно. Незаметно для большинства, но для тысяч наших соотечественников, каждая середина февраля это боль в душе и радость в голове, так говорят ветераны войны в Афганистане. На этой неделе они отметили 30 лет вывода советских войск из мятежной среднеазиатской страны. Именно 15 февраля 1989 года последний советский солдат пересек афгано-таджикскую границу. Официально конфликт в республике был завершен, во всяком случае для тогда еще нашей страны. Сегодня мы традиционно поминаем погибших и отдаем честь тем, кто выжил в сложной 10-летней военной кампании. Сейчас в Украине проживает более 100 тысяч ветеранов этой войны. По традиции последних 30 лет мы называем их воинами-интернационалистами. По случаю памятной даты в Одессе прошли масштабные мероприятия, в которых воинов-афганцев чествовали на самом высоком уровне. Встреча ветеранов с народным депутатом Украины Сергеем Киваловым в Юрокадемии проходила в теплой дружеской обстановке. Воинам вручили почетные ордена, памятные медали и другие знаки отличия. В свою очередь Одесский союз воинов-интернационалистов вручил парламентарию орден по случаю 30-й годовщины вывода войск из Афганистана. После этого для воинов-интернационалистов встроили праздничный концерт. И вас! Никому не стану! И вас! И вас, дорогие мои! Среди участников торжественного собрания известны имена Валерий Курдос. За свои заслуги был удостоен двух орденов Красной Звезды и других знаковых наград. По опыту этих дней я вот встретил людей, которых 30 лет назад, 30 лет назад вместе были и вдруг на тебе мы их выручили, они живые остались. Это до того приятно, обязательно нас вот встречать. Вы понимаете, вот мы живем в основном сейчас воспоминаниями, мы помним этих людей, которые геройские подвиги завершили, мы их помним. Статистика утрат поражает. Более трех с половиной тысяч земляков не вернулись из Афганистана. Порядка восьми тысяч получили ранения, а более половины из них вернулись домой инвалидами. Совсем скоро, после окончания затяжной войны, государство отвернулось от ветеранов Афганистана. И это несправедливо по отношению к тем, кто выполнял свой долг перед Отечеством, считает народный депутат. Три с половиной тысячи, они не вернулись в свои семьи. Это то, что касается нашей страны. Знаете, это большая трагедия для семьи. И остались семьи. И вот они, те, которые находятся здесь в этом зале, воины-афганцы, герои, они поддерживают друг друга. Они поддерживают семьи погибших, тех людей, у которых остались семьи. Вы знаете, это такое хорошее братство. Они очень сильные. Воинов-афганцев мы должны поддерживать всячески. И то, что сегодня государство практически не выделяет денежных средств на поддержку своих героев, это, наверное, неправильно. И мы будем все делать для того, чтобы преодолеть это. Конечно, большое спасибо Сергею Васильевичу за то, что помимо того, что он традиционно устраивает в стенах Юракадемии эти встречи, и не только в канун 15 февраля, он нас приглашает на мероприятия, связанные с Днем Победы, с Днем Освобождения города. Мы часто собираемся здесь, в этом зале и очень плотно дружим, сотрудничаем. Одесский областной союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане насчитывает свыше 7 тысяч человек. В его структуру входит городской союз, в нем состоит около 2800 членов. Сергей Кивалов уже много лет поддерживает организацию и выступает с инициативами в поддержку воинов-интернационалистов. Многие воины-афганцы на встрече обсудили с народным депутатом в том числе и свои насущные проблемы. И уже на следующий день, собственно, 15 февраля, ветераны-афганцы провели свои памятные мероприятия. Они прошлись колонной по улицам Одессы. Сперва в стенах Свято-Ильинского монастыря, в один из главных христианских праздников, Встретение Господне, прошел молебен в память о погибших в Афганистане. Сейчас будет служиться лития, то есть молебен о упокоении всех воинов-интернационалистов, которые сложили свою голову и исполняли приказы руководства своей страны. Сегодня сотни людей, которые пришли поддержать воинов-интернационалистов, сегодня люди, которые разделяют те тревоги и проблемы, которые сегодня существуют. И пока они живы, вот такие, как Борис Борисович, пока они здоровы, слава Богу, у нас история сохраняется. Они являются носителями истории афганской войны. Поэтому нам нужно создавать условия для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. По центральным улицам города участники войны прошли в сопровождении военного оркестра и с боевыми кличами. Завершился марш в парке Шевченко. Здесь установлен памятник воинам-интернационалистам. Ветераны возложили цветы к подножию монумента, а рота почетного караула почтила память погибших оружейным залпом. Принимал участие в памятных мероприятиях и Сергей Кивалов. Он традиционно поддерживает ветеранскую организацию, выступает с инициативами в поддержку воинов-интернационалистов, чтобы обеспечить каждому из них достойную социальную защиту. В частности, по инициативе Украинской морской партии было принято решение вдвое увеличить выплату пособия всем участникам боевых действий в Афганистане. Они проявили мужество, именно исполняя этот долг. Мужество, героизм. Они являются примером для молодого поколения. Государство должно сделать все для того, чтобы отдать должное. То есть это и социальная защита должна быть. Те, кто пострадал, а половина из тех, кто был в Афганистане, они стали инвалидами. После встречи с народным депутатом Сергеем Васильевичем Киваловым, я хотел бы поблагодарить его, его команду, что вот он накануне пригласил к себе. Мы сделали великолепную такую братскую встречу. Спасибо за награды, которые он нам вручил, ребятам. И я очень был рад, и ребята были рады, что он действительно пришел к нам. Вот мы вместе прошлись по городу. Это было здорово. Почему? Потому что сегодня народный депутат с народом. Не в кабинет, а с народом идет. И вот, не стесняясь, идет с нами, с солдатниками, с ребятками, которые вот такие вот. Он прошел с нами. И это очень здорово. Вот такие бы побольше народных депутатов. Они, которые пришли сюда, встали там. Ну, о, Петрович, о, там, спасибо, спасибо, спасибо. Человек гордо прошел вместе с нами. И мы гордимся, и огромное ему спасибо. Завершилась акция памяти боевым привалом. Тем временем в эфире телеканала «Репортер» на этой неделе председатель Одесской областной организации ветеранов войны в Афганистане Афанасий Радукан поблагодарил Сергея Кивалова за помощь и социальные инициативы. Глава организации напомнил, что в Верховной Раде пятеро депутатов являются ветеранами афганской войны, в том числе и глава всеукраинской организации Сергей Куницын. Сергеем Киваловым они давние друзья и совместно решают проблемы ветеранов на парламентском уровне. Ну, есть такой Сергей Васильевич Кивалов, который, скажем так, мы еще только с Афгана приехали, познакомились с ним, и до сих пор он всегда поднимает наши вопросы там, в Верховном Совете. И благодаря вот таким людям, как Сергей Васильевич, как Сергей Владимирович Куницын, они друзья очень большие, которые возглавляют сегодня нашу организацию, всеукраинскую ассоциацию ветеранов афгана. Вот они там вместе сегодня и решают наши вопросы. Мы наградили тоже Сергея Васильевича орденом 30 лет вывода советских войск из Афганистана, потому что мы были советскими войсками. Вот, сегодня мы его тоже наградили, и спасибо ему огромное. Он тоже наградил наших активистов, тоже своими наградами. Вот, и я вот, вы знаете, уже надел его, и для меня это очень большое такое признание. Так что, спасибо огромное ему. Для ветеранов войны в Афганистане ежегодные встречи и памятные торжества – это крепкая и неизменная традиция. С участием же народных депутатов, таких как Сергей Кивалов, эти мероприятия становятся еще и возможностью решить острые социальные проблемы.